Я Илья Бирман, сегодня воскресенье, 1 ноября, и это обзор моего блога и соцсетей за неделю с 25 октября по 1 ноября. Я хотел бы заметить, что нашелся целый один Василий Которов, который выполнил домашку в прошлой неделе, а именно нарисовал, как показать ощущение погоды. Это задание, которое давал еще, получается, 3 недели назад, и его никто не сделал тогда, в прошлые выходные мы его не смогли разобрать, в прошлые выходные я не давал никакого задания. И вот Василий решил сделать это старое задание, единственное, мы на него обязательно посмотрим, но чуть попозже. Я выпустил свою работу, которую сделал еще, кажется, год назад или около того. Это, кстати, такой маленький секрет, вдруг кто не знает, если выходит какая-нибудь работа, там, неважно, у меня или на странице бюро, скорее всего, это что-то, что было сделано довольно давно, и, наконец-то, дошли руки об этом рассказать и это опубликовать. В общем, вот такой вот я сделал логотип для компании Barprep Hero, которая занимается подготовкой юристов к сдаче самого главного экзамена в Америке, который позволяет получить официальный статус адвоката. И такой вот получился логотип. Он имеет разные принимать формы. Здесь вот его такая более горизонтальная версия, тут, наоборот, более вертикальная. Видите, тут Barprep Hero встает под, и вот эти вот осколки градиентные расставляются как-то сверху и снизу. Такая вот конструкция мне нравится больше, может, меньше, чтобы она влезала в мое окно. Ну, а такая конструкция, она как бы более спокойная, она может вставать там, где нужна горизонтальная конфигурация, при этом и та, и другая может стать и на таком вот фирменном красном, немножко пятнистом фоне, и на просто белом фоне. В принципе, любая из этих конструкций может стать и бесцветной, просто черной или просто белой, если надо. Ну, вот здесь такой вот вариант, просто как бы она выдавлена. Но из вот этих осколков можно всякие разные собирать конструкции, просто для красоты, если захочется. Можете ко мне приходить за логотипами, всякими фирменными стилями, я с удовольствием что-нибудь такое для вас сделаю. Кстати, тут можете посмотреть еще всякие другие логотипы, которые я тоже делал. Бюро опубликовало лекцию выбора формата предложения таблица график, это моя лекция в моем предмете в школе, она обновилась, и, как обычно, мы публикуем обновление. Вот, собственно, фрагментик этой лекции здесь можно посмотреть, я об этом тоже написал в блоге, так что, если вы еще не посмотрели, сплошаю посмотреть. Я рассказываю о том, что есть разные форматы для представления информации, и, оказывается, не всегда визуализация лучше, чем таблица, и не всегда таблица лучше, чем просто предложение. Есть ситуации, когда предложение намного полезнее, информативнее любого графика, и здесь как раз об этом, в этом кусочке идет речь. Ну, об этом мы с вами уже говорили на прошлой неделе, но этого не было в блоге, я это опубликовал. В среду я опять с утра поиграл техно в прямом эфире YouTube. Надеюсь, что в ближайшую среду я тоже это сделаю. В этот раз мне удалось повысить качество и картинки, и звука, но пока оно далеко все не безупречно. Со звуком есть проблема, связанная с тем, что все-таки мой компьютер не успевает отправлять, видимо, достаточное количество каких-то килобайт или мегабайт, не знаю, в секунду. И если сейчас переслушивать уже залитую запись YouTube, там есть места, когда звук прыгает, как будто бы несколько секунд аудио просто пропущены. Особенно плохо звучит фрагмент где-то с минуты 22 по 30. Соответственно, если вы на этом месте вдруг обнаружили, что вам очень неприятно слушать, просто промотайте до где-то 30 минут, и дальше будет более-менее нормально. Поэтому рекомендую вам это слушать. И по средам в 9 утра по Москве пока что вот я вроде себе придумал такое расписание, когда вы можете включать мой YouTube и слушать техно. Понятно, что это может быть не минута в минуту начала, но тем не менее. И, кстати, многие люди не знают о том, что прямые эфиры в YouTube сохраняются в YouTube, их можно всегда смотреть. Мне пару человек написало, что, блин, такое время, типа я вообще еще сплю или мне точно не до музыки. Нет проблем, вы можете там на час позже включить, отмотать эфир на начало и слушать с отставанием. Даже когда эфир закончится, вы можете его спокойненько включить и тоже послушать. То есть это вообще не возбраняется. Можно тогда, когда вам удобно спокойно слушать. Так что, но это время, когда просто мне удобней мою жизнь устроить так, чтобы я это мог регулярно проводить, может быть, это когда-то поменяется. А время прекрасное, можете прямо себе за завтраком включить и настроиться на веселый день. Работать ли с друзьями. Есть люди, которые считают, что никогда не нужно работать с друзьями. Почему-то там даже декларируют это как некий принцип. Я рассказал о том, что мне кажется, что эта декларация такого принципа много говорит о самом человеке. Потому что обычно это вызывает подозрение, что, возможно, человек как-то не очень доброжелателен, не очень хорошо себя ведет по отношению к людям, не очень, может быть, честен, не очень чистоплотен и так далее. То есть у него есть какие-то особенности работы, которые мешают ему иметь нормальные человеческие отношения с теми, кем он работает. То есть если эти отношения приводят к тому, что у него как-то портится дружба или становится невозможной. Если вам встречается такой человек, то будьте вдвойне внимательны перед тем, как вступать с ним в какие-то деловые отношения. Поскольку вообще разделение жизни на жизнь и работу — это некий признак того, что человек какой-то ведет двойную жизнь, какой-то он там ненастоящий в каких-то частях своей жизни. Это как будто бы не очень хорошо, на мой взгляд. Вот. Ну, тут я привел всякие примеры того, что меня в этом смущает. Еще я совершенно случайно обнаружил, что, оказывается, в американских школах учат такому вот правилу FOIL, связанному с раскрытием скобок в математических таких вот выражениях. Если нужно нам раскрыть скобки, мы просто перемножаем все операнды отсюда на все операнды отсюда. Например, 7х квадрат минус 2х плюс 35х минус 10. То есть просто я умножил х на раз-два, потом 5 на раз-два. И записал. У меня получилось такое выражение. Его можно потом упростить. Оказывается, в Америке зачем-то придумали правило FOIL. First, outer, inner, last. Что типа сначала нужно умножить первый на первый, потом внешний, потом внутренний, потом последний. Непонятно, где здесь можно запутаться, как можно сбиться со счету. И главное, что само наличие этого правила предполагает, что как будто бы значение есть у того, в каком порядке их записывать. На самом деле их можно, конечно же, перемножать в любом порядке. И главное, что нужно просто каждый перемножить с каждым. Но когда ты расскажешь человеку, что есть такое правило, то понимание того, что здесь происходит, заменяется на просто следование какому-то ритуалу бездумное. То, конечно же, не приближает человека к пониманию математики и только создает дополнительно, подкрепляет ощущение того, что математика — это просто какой-то набор ритуалов, которые там придумали какие-то бородатые дядьки. И ты теперь должен им зачем-то следовать, а смысла в этом никакого нет. Продолжаю разгребать фотки из Гамбурга, где я был полтора года назад, и добрался до аэропорта и транспорта. Ну просто по каждой теме фоток не так много, поэтому их можно объединить в один такой пост. Это вот просто какая-то фотка из аэропорта симпатичная с разметкой на асфальте или там, не знаю, на бетоне. Элементы навигации аэропорта. Здесь вот такая вот фишечка. У них стрелка стоит на белом фоне, который отделен красной полосой. Здесь вот налево стрелка идет по лестнице, и они не догадались, что стрелку и лестницу можно объединить в один символ, просто пририсовав стрелочку к концу вот этой лестнице, как делаем мы, например, на входе в кавор-кафе. Ну и вот тут обозначение туалета, какая-то совершенно избыточная конструкция. Целый куб, который висит на подвешивании такой фигне. Красная полоса не нужна ни зачем, она ничего ни от чего не отделяет. Иконка стоит еще и на белой плашке. То есть вот можно было просто повесить на стене, нарисовать вот эту иконку вот в три раза больше, и туалет был бы всем виден. Но вот тут даже на двери, ну она тут правда белая на светло-светло-желтом практически тоже не читается. Два обозначения туалета, мы могли бы сделать одно такое, которое будет видно, потому что сейчас вот издалека это выглядит как какое-то подсобное помещение. Ну и вот еще один пример знака, на котором красная полоса ни для чего не нужна, ничего ни от чего не отделяет. Она носит чисто такой декоративный характер, видимо элемент графического стиля этой навигации. И тут вот неприятно, буква бьется об вот эту иконку. Тоже можно было бы подумать, как переверстать. Зачем тут две вот эти иконки информации, совершенно непонятно. Но само вот это место выглядит, конечно, симпатично. Вот тут забавно, что напоминание о том, чтобы не наступать на вот эту багажную ленту, нарисовано в виде такого знака, который очень похож на дорожный знак, и совсем не похож на какой-нибудь запрещающий знак в аэропорту. Ну и тут очень аккуратно сверстано табло всяких вылетов и прилетов. То есть такие вот аккуратненькие линеечки на белом фоне. Особенно приятно смотрится, потому что линейки почти незаметные. На синем они более навязчивые, хочется их чуть-чуть приглушить. Но в целом смотрится очень аккуратно, прям вот всем бы так уметь. Ну а красная полоса здесь, она, видите, приспособилась под этот дизайн и стала горизонтальной, хотя в других местах она везде вертикальная. Кстати, любопытно, что здесь вот ее нет. Ну дальше тут немножко про транспорт. Это паромы, которые там плавают, какая-то такая вот пристань, какая-то еще пристань с очень симпатичным таким вот постаментом с номером, видимо, этой пристани, со спасательным кругом, который за такой вот размытой, за таким матовым стеклом стоит. Короче, выглядит приятно. Тоже тут какой-то кнехт клевый, или как эта штука называется. Кораблик с какой-то табличкой, который очень хочется стырить и повесить себе дома где-нибудь. И вот эту тоже, конечно же. Автобусы вот так вот раскрашены красной полосой снизу. Тут сразу несколько стоит. Так они химпатично выглядят. И у них еще везде, видите, они облеплены таким вот знаком Хохбан. И здесь, и здесь. Это название оператора автобусов и метро, до которого мы доберемся в каком-то из следующих фото-постов. Обновились Likely. На этой неделе вышла версия 2.6. Likely ведет Николай Рысь. Вот уже, по-моему, вторую или третью версию выпускает. И тут починились счетчики Фейсбука, Одноклассников и Реддита. И там можно вот на странице о проекте прочитать про разные другие штуки. Вру. На странице о проекте про другие не написано, на GitHub'е можно прочитать подробнее про все-все-все технические тонкости того, что обновилось. Там огромная куча работы делается, которую я здесь даже не комментирую, потому что, ну, если бы вот такой просто пользователь, как я, который вставляет кнопочки и не задумывается, то, скорее всего, вам это не нужно. Если же вы интегрируете Likely в какой-то свой продукт и в том числе там JavaScript'ом как-то с ним взаимодействуете, то вам может быть интересно прочитать более подробное описание релиза. На днях я также опубликовал очередную порцию заставок Mustv. Это всякие часы и крутилки. Такие вот часы в конце часа. Такой вот отсчет 56 минут осталось до новостей в следующем часе. Это когда уже новости закончились в начале часа, до начала основного эфира. Такой вот странный обратный отсчет. Эту крутилку я когда-то уже давно показывал, но просто поставил ее сюда для полноты этого набора. И еще вот такая вот техническая беззвучная крутилка, которая появлялась иногда в эфире, видимо, если почему-то нельзя пустить нормальные передачи в эфир. В общем, и еще у меня Mustv-шной всякой графики довольно много. Теперь Twitter. Здесь ужасный редизайн гуглевских иконок. Насколько была вот эта вот аккуратная симпатичная иконка, насколько вот эта вот прекрасная. И получилось какое-то совершенно детсадовское вообще непонятно что. То есть даже я не понимаю, как можно было такое утвердить, и кому это вообще могло понравиться. При том, что здесь даже были какие-то вот эти элементы бумажных помятостей, там и тут, и тут, и вот тут, которые, в общем-то, вполне допускали трактовку всего этого как часть одной семьи. Ну, может быть, вот этот цвет только был не отсюда. Но в целом иконки вполне дружили по какому-то настроению. Может быть, там, не знаю, вот эти 31 можно было набрать, там как-то пожирнее, не знаю. Но в целом, конечно, все было хорошо. Ну, тут стало просто все очень плохо. Как будто человеку, который вообще ничего не знает про дизайн, далее вот сказали, вот надо вот из этого собрать, он как смог собрал тут какие-то иконки. Кто-то по этому поводу, видите, комментирует, что нарисовали в Гугле и что видит человек. Ну, то есть на самом деле иконки совершенно одинаковые. Одна из важнейших задач вообще иконок – это идентификация конкретного продукта. То есть недостаточно того, что эта иконка узнается как иконка Гугля, она еще и должна узнаваться как иконка конкретного продукта Гугля. Здесь это полностью потеряно. Никита Прокопов предложил редизайн эпловского календаря. И здесь две очень клевые находки. Во-первых, он убрал вот эту вот сетку часов, которая здесь идет, благодаря чему все события уместились на экране и не появляется этой дурацкой прокрутки, хотя вроде бы места дополна. А вторая мысль – это то, что уже прошло, здесь закрашивается таким вот бледным. Правда, мне хочется сделать это еще бледнее раза в три. То есть текст оставить таким же, чтобы он хорошо читался, а фончик забледнить, чтобы вообще прошедшее время ушло куда-то там на второй план. Потому что в текущем дизайне календаря очень неэффективно расходуется место и очень плохо видно, где мы вообще сейчас. То есть даже просто не видно, какой сейчас день идет и где мы в нем. Может быть, тут даже стоит вот эту красную линеечку текущего времени нарисовать. Ну, короче, я бы вот прям захотел, чтобы так поменялся дизайн календаря. Ну и вчера в Челябинске что-то взорвалось. Чуть позже стало известно, что. Я просто свое собственное окно увидел, как что-то там бабахнуло, и оттуда потом полетела такая вот куча каких-то ошметков, осколков, пыли, не знаю чего. Грохот был довольно приличный. Правда, после метеорита, который взорвался уже почти 6 лет назад, конечно, ничего страшного. Как будто бы школьники петарду взорвали. Но если поискать другое видео в интернете, вот снятые вблизи события, там взрыв был, будь здоров. Оказалось, что в какой-то поликлинике студенческой, которая уже давно переоборудована под ковидарей, взорвались какие-то баллоны с кислородом, которые, собственно, использовались для лечения этих ковидных больных. И это полная жопа. То есть никто в момент взрыва от самого взрыва не пострадал, поскольку там до взрыва начался пожар, в результате которого потом этот взрыв произошел, и людей успели эвакуировать. Но поскольку эвакуировали людей, которые там лежали в какой-то интенсивной антиковидной терапии, то, соответственно, их пришлось отключать там от какого-то кислорода, еще от чего-то, в общем, перевозить, развозить какие-то другие больницы города, которые так все переполнены. И где-то я прочитал, что двое человек в итоге умерли просто от того, что они перестали получать какое-то необходимое лечение. Короче, ситуация так себе. Ну и там куча домов выбило какие-то стекла в округе. На одну больницу меньше, в Белябинске осталось ковидную, при том, что и так это проблема. Короче, неприятная новость на Медузе. Спустя пару часов появилось об этой ситуации. В Инстаграме я выложил логотип Bar Prep Hero, про который я вам уже говорил. Еще я поиграл в Снукер во вторник, чего не делал уже, наверное, года два. Большое спасибо Леше, который меня позвал. И я надеюсь, что я все-таки буду играть в Снукер почаще. Снукер — это самая клевая бильярдная игра. Если вдруг вы еще не в курсе, играйте. Это я сфотографировал домофон на одном из соседних домов. Он очень красивый, особенно этот шрифт. Как же бесит, что при наведении появляются дурацкие всякие иконочки. Очень красивый шрифт, в котором написан адрес. Не знаю, правда, зачем на самом домофоне писать адрес, но этим же шрифтом там появляются всякие призывы, типа «говорите», там еще что-то. Клевые кнопочки. Реально приятная вещь, в которую приятно нажимать, а не то, как обычно выглядят домофоны. Напротив своего дома я встретил совершенно прекрасный старый карус. Кажется, что их уже давно в городе нету, таких вот желтых. А он тут вдруг стоит в натуральную величину, во всей своей красе, радует глаз. Но это та же фоточка со взрывом, которую вы видели. А еще я сегодня выносил мусор, сфотографировал себя в лучах автомобиля, который светил дальним светом. Получилась такая вот фотка, которая могла бы подойти на Хэллоуин, но Хэллоуин был вчера, а сегодня уже не Хэллоуин, так что она такая вот не совсем своевременна. Теперь посмотрим в Телеграм. Одна из вещей, которую я публиковал, это такая вот штука, кусочек интерфейса, который вызывает тупняк. Тут некая программа доставки еды, когда я заказываю еду, говорит, «Возможно, вы хотите что-то там заказать». Я такой, «Да, спасибо». Или «Все окей». Другой адрес. Я не знаю по каким, но в общем она знает так или иначе два моих адреса и уточняет «Далее я заказываю». В принципе, хорошая мысль позаботиться, предотвратить ошибку. В чем проблема с самим интерфейсом? В том, что он очень плохо сделан, очень плохо написан, потому что когда ты видишь перед собой какое-то окно подтверждения, ты, скорее всего, не читаешь, что в нем написано, ты просто видишь кнопку. То есть ты заказываешь на какой-то адрес, у тебя что-то там переспрашивают, точно ты жмешь «Да, точно». То есть ты увидел тут «Ага», ты увидел выделенную кнопку, ты просто подтверждаешь, не читая. А оказывается, ты в этот момент зачем-то поменял адрес. Хотя, может быть, тебя устраивал тот адрес, который был. В итоге у тебя еда уедет не туда. Или другой вариант. Ты замечаешь, что тут написано «Ружейный переулок 5» и думаешь, ну да, тут все окей, типа меня это устраивает. Ты видишь на кнопке «Все окей» и жмешь «Все окей». Хотя эта кнопка означает, нет, не «Оружейный 5», а все-таки «Новослободская 6». То есть вместо того, чтобы просто впрямую указать, что я хочу, меня вынуждают этот ответ на этот вопрос дать косвенно. То есть вместо того, чтобы просто сказать мне, что вот у нас два варианта адреса, «Новослободская» или «Оружейный переулок». Все-таки куда везти? И дать мне тыкнуть в нужный адрес. В каком случае невозможно ошибиться, потому что ты выбираешь между адресами. Мне нужно выбирать между «Ага, спасибо» и «Нет, все окей». Что очень странно. То есть я должен как-то построить в голове связь между «Ага, спасибо» и адресом, и «Нет, все окей» и другим адресом. Не перепутать одно с другим, и потом не перепутать, не забыть это все до того момента, как я нажму кнопку. Это очень сложно. Понятно, что кто-то это все пройдет, и, наверное, большинство людей это все пройдут. Очень часто я слышу критику, когда я публикую какие-то такие штуки. Мне пишут в комментарии или там в ответы, «Вот, все люди понимают, а только один ты тупишь и не понимаешь, как этим пользоваться. Абсолютно искусственная проблема. Мы об этом не запинаемся». Но дело в том, что если ты... Ну, конкретно этот пример мне просто прислали. То есть я даже не знаю, что это за программа. Мне просто прислали в качестве примера. Сам человек с этим интерфейсом затупил и, собственно, присылает мне пример плохого. Он просто столкнулся с проблемой. То есть как минимум двое человек разделяют взгляд на это как на проблему. Но главное, что если даже там один человек из ста в каком-то популярном приложении может в этом затупить, это уже повод задуматься над тем, как улучшить интерфейс. То есть надо-то, чтобы не большинство понимало, а чтобы все понимали, и чтобы ошибки были, ну, каким-то совершенно из ряда вон выходящим событием, а не чем-то, что можно предугадать, просто глядя на сам интерфейс. Ну и в данном случае нужно было просто сделать тут две больших строчки с адресом или сделать выбор, просто тут два адреса написать, и около одного из них стоит галочка, как у выбранного какая-нибудь там кнопка заказать, или просто сделать две длинных кнопки, на каждой из которых адрес и, типа, заголовок. Уточните адрес, и ты просто жмешь тот адрес, который надо, и туда у тебя приезжает твой заказ. Ну, это очень симпатичная визуализация того, как распространяется коронавирус во всяких там замкнутых помещениях. Рекомендую сходить почитать Эль Паис на английском языке, ну и там даже можно особо не читать, просто посмотреть картинки. Там показано несколько примеров помещений и как влияют на распространение коронавируса ношение масок и регулярное проветривание помещений. Главный вывод, который я сделал, маски лучше носить, но главное проветривать помещение. Правда, наверное, испанцам проще в октябре писать о проветривании помещений, чем, например, мне об этом думать, потому что у меня уже, например, за окном около нуля, и открыть нараспашку окна, конечно же, не вариант. Но, тем не менее, проветривать помещение важно. Ну и сегодня я призвал вас в очередной раз покупать мою книгу о дизайне транспортных схем и выложил несколько разворотов на черном-черном фоне. Ну и теперь давайте посмотрим на виджет, который прислал Василий Которов. Такой вот виджет, смысл которого был в том, чтобы показать, как же передать ощущение погоды. Я его сразу открыл в фотошопе, потому что Василий заодно спрашивает, как его скомпоновать. Давайте подумаем, как это лучше сделать. Но сначала я все-таки коротко прокомментирую по смыслу. Здесь показана текущая температура и просто подписано ощущается, как минус 3. То есть ничего особенного тут не изобретено. Так уже много кто делает. Соответственно, ну типа да, просто ощущение погоды показано тоже в виде какой-то температуры. Это никак не решает ту проблему, которая связана с этим обозначением, потому что я не понимаю, что он ощущается, как минус 3. Чтобы это работало, у меня должно быть внутреннее представление о том, что конкретно значит минус 3. И если я знаю, что значит минус 3, тогда почему сейчас не минус 3? То есть почему плюс 1 вдруг ощущается как минус 3? И чем это отличается от настоящего минус 3? Короче, это непонятно. Соответственно, кажется, что есть какие-то факторы, которые влияют на вот это ощущение погоды. Вместо вот этого какого-то очень условного числа я бы хотел увидеть, чтобы сами вот эти факторы, типа там влажности и ветра, видимо, они вот не где-то там какой-то таблицей с иконками сбоку стояли, а если они влияют на температуру, они, ну на ощущение температуры, они бы как-то, ну их важность была бы усилена визуальная. То есть было бы написано плюс 1, но при этом, например, ну в обычное в мирное время у меня ветер показан как-то так, но если там какой-нибудь сильный ветер, который эту погоду, ну делает, например, более значимый, то у меня иконка ветра появляется где-нибудь там прямо здесь. И может быть даже там с восклицательным знаком каким-нибудь. И тогда я понимаю, что да, плюс 1, то плюс 1, но ветер сильный. Или иконка влажности как-нибудь появляется прямо здесь. То есть там проценты, не проценты, ну я не знаю, много ли людей это понимает, может быть только я этого не понимаю, тут мне сложно судить, я не изучал вопрос. Но кажется, что вот должна быть, ну какая-то, должен быть какой-то критерий того, когда уже достаточно высокая влажность или достаточно сильный ветер, чтобы это сильно сказывалось на вот этом ощущении погоды. И если она такая, или там он такой, то значит мы как-то вот эту штуку здесь добавляем, вот эту визуализацию. Причем она же может еще в разные стороны тянуть. То есть возможно мы еще придумаем тут какой-то способ, чтобы этот ветер он там как-то снижал или наоборот повышал ощущение температуры. И влажность тоже, может быть как-то должна уметь там повышать или снижать ощущение температуры. Но это по поводу самого смысла задания. То есть получается здесь эта задача не очень-то решена. Ну и кстати, если говорить вот в этом месте, тут вместо минуса стоит дефис, минус он вот подлиннее. То есть он должен быть такой же длины, как и плюс. И кроме того, он должен быть на такой же высоте, как и плюс, такой же толщины, как и плюс. То есть полностью равняться с плюсом по всем своим параметрам. Что надеть? Это какая-то попытка добавить человечности всему этому. То есть чтобы я не просто смотрел на температуру, но и как-то понимал, что конкретно это для меня значит. Но тут опять проблема с субъективностью. Потому что разным людям комфортно по-разному одеваться в разную погоду. Кто-то ездит на машине, кто-то ходит бешком, кто-то ездит на транспорте, кто-то работает вообще на улице. И для всех этих людей разная одежда подойдет. Поэтому есть какие-то совсем понятные вещи. Типа если есть дождь, то там нужен зонтик, например. Хотя я не ношу зонтик даже когда дождь. Потому что на мой взгляд неудобство от зонтика в любом случае превышает неудобство от любого дождя. Но это дело вкуса. Это хоть и симпатично, но как будто бы на мой взгляд не очень практично. Ну и здесь вот это подчеркивание. Не очень понятно, что оно значит. То есть если представить, что это виджет для айфона, то что в нем делает такая вот классическая какая-то веб-ссылка, совершенно не ясно. То есть даже если это, в принципе рисовать ссылку как бы так не очень хорошо, если вы используете подчеркивание, то его хочется сделать намного-намного тоньше. Прям вот, ну и не так близко к тексту его ставить. Вот даже что-нибудь такое уже смотрится опрятнее, чем то, что было. Подчеркивание по-прежнему видно, но оно не борется с буквами, а стоит таким вот отдельным аккуратным слоем. Ну а еще лучше его вообще здесь убрать, потому что здесь оно ни к чему. Ну двоеточие лишнее. Так вот можно тут поубирать всякие штуки, какие-то лишние элементы. Там может быть градусы подвинуть ближе к своему числу, ну не настолько, но хотя бы вот так. И плюс как-то выровнять. Тут, кстати, тоже все развалилось. Вот это не выровнено с этим, это не выровнено с этим. Это все очень неаккуратно, когда так делается. И мне не нравится вот эта иконка. Это единственная штука, у которой здесь появляется какое-то расслоение разным цветом заливки. То есть все остальное тут как будто бы толщиной отличается, а тут вдруг появляется какой-то серый цвет, который больше нигде не используется. Это довольно неприятно. Хочется, чтобы все было нарисовано ну как бы одной рукой, одними такими-то графическими приемами. Так что, если и хочется вот это второе облачко ну как бы на задний какой-то план отнести, то возможно, что лучше будет его сделать тоже белым. Так, ну видимо, нет, получится. Но, например, чтобы вот оно выделилось в отдельный слой, просто здесь вот сделать ему такую вот обводочку. и уже, ну понятно, что я это сейчас делаю очень криво там как придется, но даже вот в таком виде, может быть даже потолще сделать эту обводочку, чтобы она подружилась с другими какими-то тут толщинами. Уже видно, что одно облачко за другим, но теперь зато эти облака дружат со всем остальным, что здесь рядом стоит. Еще если их поставить на общую базовую линию с этой единичкой, они тут по высоте будут похожи. Хотя видите, тоже не совсем вот эта единичка, она немножечко выше облаков торчит, соответственно ее может быть надо тоже делать пониже ростом, ну и вообще поменьше чуть-чуть, тогда, ну тогда конечно же и плюс захочется сделать поменьше, может быть и не таким толстым его захочется делать, он кстати, или это я его так вы им сделали, он ему был, ну короче не знаю, соответственно это надо сделать полевее, и вот ну уже как-то вот эта вся чуть-чуть штука по Собро не смотрится, хотя тут большой вопрос к шрифту, вот это все выглядит так как будто это набрано просто ареалом или гильветикой, я тут в таком размере не отличу, А при этом вот этот шрифт, это явно какой-то другой шрифт, то есть единичка в ареале или гильветике, а нет, это не ареал или гильветика, судя по шестерке, у которой такой открытый верх, это что-то другое, ну короче, не знаю, может быть тут цифры просто из другого шрифта, а буквы из ареала или гильветики, короче, трудно сказать, со шрифтами, в общем, есть некоторый бардак. Ну и вот это белое, но жирное, это какое-то побледнее, это где-то посередине, вроде более белое, но не настолько белое, как это, иконки чуть-чуть проседают по своей белизне по отношению к тексту, выглядит очень все разнобойно, хочется все подружить. Ну вот, как будто бы слово погода вообще лишнее, да, потому что и так понятно, что это погода, можно его убрать, соответственно, там вот это поставить ближе, из Москвы сделать заголовок, может быть даже слово Москва, там вот из этого сделать как бы основу где-нибудь в углу, придумать себе какие-то тут стандартные отступы, вот например по 20 пикселей я сделал, просто чтобы хоть за что-то зацепиться, что-то с чем-то как-то выровнять. Ну вот эта штука уже так и стоит, вот это куда-то отъехало вбок, то, что это Москва, можно написать, наверное, как-то здесь, то есть представим, что это подпись к самой погоде. Ну я сейчас не буду в фотошопе склонять слово Москва, пусть вы просто представите, что здесь написано Москва. А тут вот, ну хочется как-то придумать, чтобы 765 миллиметров, вот эти миллиметры ртутного столба, кстати, им тут не хватает, по-моему, еще и букет, может быть, ну их нафиг, может быть как-то просто постановить, что и так понятно, что влажность, ну или там просто миллиметров, кстати, точка после миллиметров не нужна, это же единиц оси. И так понятно, что, ну вот что 765 миллиметров может быть в погоде, а если это влажность 63%, кстати, процент хочется чуть оторвать, то может быть как-то вот иконку влажности делать побелее, ну то есть чтобы она подружилась по белизне с 63, и соответственно поставить, чтобы она по размеру тоже была такая же. А вообще-то, кстати говоря, может быть надо ее и закрасить, то есть там какой-то этот блик, это все как будто бы лишнее при таком размере, и так понятно, что это капелька, может быть даже наоборот, синий блик ей, ну голубенький вот этот какой-нибудь добавить, маленький, вот уже эта капелька стала такой аккуратной. И соответственно поставить ее как-нибудь там так в одну строчку с миллиметрами, а ветер, вот иконка ветру совершенно ни для чего не нужна, ее можно убрать, потому что и так понятно, что 3 метра в секунду это ветер, 3.0 писать тоже ни к чему. Ну северо-восточность видимо показана самим вот этим знаком, ну значит что тоже можно убрать, ну то есть знак можно перенести вот так же, чтобы он стоял, как наша вот эта иконка влажности, ну а северо-восточность обозначается самим знаком, значит уже тоже можно не писать. У нас получается какие-то 3 еще параметра дополнительных, которые как-то характеризуют нашу погоду. Ну пасмурно это уже понятно, потому что есть иконка пасмурности, ощущается как минус 3, давайте раз уж мы сейчас не изобрели какого-то другого обозначения, мы делаем вот так, у нас получилось, что есть вот такой набор каких-то параметров погоды. Ну допустим, мне не нравится эта идея про что надеть, но допустим это наша фишка, мы специально сделали виджет, который только ради этого вообще существует, тогда это будет наша какая-то центральная штука, а из всего остального мы делаем подпись, да. И вот эти все ребята, соответственно они тоже переезжают вниз, вот у нас есть набор каких-то параметров погоды важных, мы их тут все поставили понизу вот так вот, разбили одинаковыми отступами, а из того что надеть мы сделаем, сейчас я их попытался как-то поставить в середину, в середине им явно не хватает места, потому что вот эта штука в углу слишком тяжелая, соответственно надо что-то с ними придумать, то есть либо их как-нибудь вот представить из них такое вот меню одежды какой-то и засунуть вот сюда, и из них сделать там большую такую вот штуку, может быть кстати их как раз иконки сделать цветными, прям чтобы они противопоставили всей остальной вот этой фигне, либо ну если мы их хотим поставить посередине, но кстати им все равно как будто бы будет лучше смотреться вот так, то есть это вот наш такой центральный элемент, может быть вообще тогда у нас в центре будет, давайте пока берем Москву, возьмем отсюда нашу вот эту погоду, и представим, что это и есть наш такой основной элемент, то есть мы показываем погоду и показываем, что под эту погоду надеть, наша, ну так как наверное мелковато, то это вернуть какой-то размер, при котором бы это все хорошо читалось, то есть вот погода, может быть даже облачко логично поставить над температурой, оно же сверху, вот как одеться под такую погоду, слишком увеличил, это все посередине, вот такой вот виджет, ну это какая-то попытка, давайте мы еще кончик, какая-то попытка ответить на вопрос, как его собрать, как его сверстать, вот например вот так, но если все-таки вот эти иконки, вот эти вот получат какой-то там цвет и какой-то вообще объем и дополнительную красоту, это конечно от этого виджет только выиграет, ну и дальше уже хочется, чтобы его цвет там как-то, не знаю, реально отражал то, что происходит с погодой, чтобы там на фоне появились, может быть, настоящие какие-нибудь облачка или что-то еще, как делает Apple в своей погоде, а то сейчас он столько занимает место, а при этом особо никакой информации не несет, ну и у него неправильное искругление углов, я сейчас говорю даже не про перхоть, которая вот здесь возникла, а просто про размеры этих углов, то есть если посмотреть на настоящие виджеты айфона, у них там явно больше эти скругления, ну и конечно же их надо сделать правильной формы, то есть не радиальными, а вот такими скруглениями, какими делают настоящие айфонные виджеты. Такие дела, спасибо за внимание, всех целую и обнимаю, не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не пропускайте техностримы по средам, не пропускайте выкладываемые мною всякие разборы с онлайн курса, фрагменты лекций и все такое, это все супер полезный материал, рассказывайте об этом канале другим дизайнерам и просто своим знакомым и нажимайте на колокольчик, чтобы знать, когда на канале выходит что-то новое и пишите комментарии. Сегодня задачки домашние нет, потому что я опять ни хрена не подготовился, пока!